В эфире полезный проект Среда. Меня зовут Александр Овчаров. Здравствуйте. Гость нашей программы сегодня Лолита Склярова, руководитель школы публичности, тренер, бизнес-консультант. Лолита Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Далеко не полный список сейчас прозвучал, список того, чем можно писать в вашу профессию. Еще, кроме этого, речевик-имиджмейкер, да? Есть еще и консультант в сфере коммуникаций. И, наверное, можно продолжать еще, да? Можно, но, я думаю, достаточно. Ну, можно немножко подробнее рассказать для тех, кто запутался сейчас в этом представлении, какую профессию вы представляете? Ну, давайте начнем с самого начала. Я представляю школу публичности сегодня в вашей программе. Школа публичности – это школа ораторского искусства, и это частная школа, в которой существует всего два преподавателя. Я и Захар Федосеев, мой супруг. И, собственно говоря, методика, по которой мы преподаем, это авторская методика, которую мы не где-то позаимствовали, а взяли из собственной практики, потому что как профессиональные актеры, соответственно, мы владеем навыками речевыми, техникой речи, то есть базовым курсом культуры речи. И дальше это все, что касается, все, что вы перечислили, это пришло уже с опытом работы и на телевидении, и уже как преподаватели 10 лет мы практикуем. Поэтому понятно, что можем уже, наверное, говорить вот эти красивые слова, названия, как это правильно. По сути, мы преподаватели. Преподаватели – просто тренеры, потому что мы не лекторы, а мы люди, которые практикуют. То есть все наши занятия, они практические. То есть вот эти все названия этой профессии, разные варианты, они, наверное, сформулированы, исходя из потребности. В чем нуждаются люди сейчас? Насколько стоит остро вопрос необходимости повышения качества речи, ораторского искусства сейчас в современном обществе? Спасибо за вопрос. На самом деле, мне кажется, что он не прост в размышлениях о том, насколько это необходимо, потому что к нам приходят люди, которых не нужно дополнительно мотивировать. Сама жизнь их заставила прийти и начать обучаться. Потому что когда человек получает задание выступить на каком-то большом мероприятии или маленьком, и неважно, что это планерка, совещание или конференция, или это какой-то доклад, защита диплома, понятно, что у него возникает в первую очередь страх публичных выступлений, боязнь публичных выступлений. Это 90% проблем, с которыми приходят люди. Но в процессе выясняется, что у человека столько зажимов пластических, речевых, но как следствие психологических, которые нужно постепенно снимать. Первое, чему мы учим, это грамотно говорить. И вот в данной ситуации, понимая, что мы с вами живем на юге России, все-таки здесь очень сильно развита вот эта южно-русская речь, говор. Мы всегда говорим, вы приезжаете в Москву, и сразу говорят, о, с юга России. Почему? Все говорят, потому что мы гыкаем. Я говорю, вы знаете, в Ставрополье уже не гыкают, так как 20 лет назад. И определенная миграция произошла, и люди как-то все-таки уже выезжают за пределы и страны, и края. Но есть определенная мелодика речи, ударение в словах, которые сразу нас выдают. И вот понятно, что культура речи – это то, что необходимо сегодня каждому человеку. Только одни люди к этому приходят самостоятельно, других нужно как-то к этому подтолкнуть. И поэтому, мне кажется, что вопрос культуры речи поднимается сегодня и на государственном уровне, и это очень важно, то, как сегодня говорят молодые люди, вы наверняка тоже это слышите и знаете. Но и мне кажется, что вообще эта тема, ораторское искусство, это такая удивительная. Чем дальше я преподаю, тем больше я понимаю, что это определенная свобода человека. Вообще в том, как мы выражаем свои мысли, как мы можем донести до другого человека то, что мы чувствуем, эмоции передать, передать не просто какие-то слова, а так, чтобы человек вышел и хотел с нами встретиться еще раз, хотел с нами еще общаться, хотел увидеться. И самое главное, чтобы та цель, которую мы ставим, мы ее достигали. Вот мне кажется, сейчас возник такой пример. Например, у меня, знаете, вот многие сейчас стал популярным вид спорта сноуборд, да, катаются сноубордами. И есть тоже два вида сноубордистов. Одни, которые сами набивают шишки, скажем так, ездят несколько сезонов, а есть те, которые обратились к инструктору и сразу это все поняли. Здесь вот такая же примерно ситуация. Там, наверное, если говорить про этот вид спорта, все чаще обращаются к инструкторам, обучаются. Как обстоит здесь ситуация? Тоже народу все больше идет? Вы знаете, я не могу сказать, что к нам приходит какой-то огромный поток людей. Но, во-первых, это было бы невозможно, потому что все-таки это частная школа, и она нацелена на очень индивидуальный подход. Принципиально, что у нас в группах не более 12 человек. У нас есть индивидуальные занятия, у нас есть корпоративное обучение. Но вот группы, которые собираются в школе, очень из разных сфер деятельности люди, это принципиально. Во-первых, это длительное обучение. Это не какой-то мастер-класс. Это не тренинг одного или двух дней. Как люди профессиональные, мы понимаем, что потребуется время, чтобы под пристальным вниманием преподавателя, выполняя определенные задания, получая разбор полетов, хорошую, добрую критику, человек потихонечку ножками что-то делал. Вы говорите о том, что сноуборд, который есть самоучки. Вот эти самоучки, которые приходят к нам, они говорят, мы много читали или мы были на тренинге такого-то знаменитого человека. Я говорю, прошу, выходите на площадку, покажите. А дальше получается, что ты слушал, ты восхищался, ты очень много знаешь, но ты не можешь это применить. Поэтому задача... Открываемся к практике. Задача нашей школы – это именно то, что мы, человека, каждое занятие предлагаем ему выйти на площадку, выполнить несложное домашнее задание, творческое, и дальше разбор полетов. Соответственно, есть какая-то теория, есть большой пакет конспектов, которые они самостоятельно читают, рекомендованная литература. Но это всё уже дополнительно. А вот понять, почувствовать, попробовать, понять своё тело, понять свою речь, понять, как ты вообще умеешь смотреть, как ты влияешь на аудиторию – вот это очень важно. Поэтому не скажу, что это большой поток, но это люди, которые... Знаете, такой происходит хороший естественный отбор. Я, честно вам скажу, я себя чувствую очень счастливым человеком, потому что я за вот эти годы работы уже как школа публичности, как бренд школы публичности, мы такое количество удивительных людей встретили в нашем городе, и некоторые из них не хотят расставаться с нашей школой, поэтому возникли следующие курсы, о которых, наверное, мы тоже сегодня поговорим. То есть получается такая ситуация, что к вам приходят люди, которые уже, как вы говорите, замотивированы, их не нужно, а люди, которые прошли тренинги, но они просто посмотрели, и практики не было. А здесь, в школе публичности, уже одеваться, грубо говоря, некуда. Конечно. Вышел, все, нужно уже показывать, на что способен. Конечно. Мало того, мы снимаем первое и последнее занятие на видео, для того, чтобы у человека через 5 недель обучение, то есть 5 недель – это, в общем, приличный срок. До и после посмотреть. До и после, потому что, вот, знаете, у Пушкина есть «ты сам себе свой высший суд». Сколько бы вам ни говорили, когда вы увидите сами, как вы выходили, и что вы достигли за такой коротенький срок, 10 занятий всего лишь. Я говорю, вы представляете, что вы можете сделать дальше? И у нас нет цели вот здесь и сейчас сделать великих ораторов. Мы можем поставить, мы можем поставить человеку руки, ноги, замечательно поставить речь, даже помочь ему написать какую-то структуру выступления, но он один раз это сделает, пойдет в другую аудиторию, с другой целью и, соответственно, с другим текстом и растеряется. Поэтому наша задача – найти индивидуальность, раскрыть в человеке его потенциал, дать ему возможность понять, какой он. Не все одинаковые, мы все удивительные, уникальные, неповторимые личности. Поэтому наша задача, как преподаватели, вот это человеку дать понять. Чтобы у человека появилось внутреннее понимание, как это нужно делать. Тогда в любой ситуации можно будет адаптировать. Он будет уже, как рыба в воде, он будет адаптироваться, понимать, и он будет точно знать, естественно, готовясь к выступлению по уже тем правилам, которые мы даем. Ну, и главное правило нашей школы, да, Неда говорила, это то, что нет никаких правил. Вот это самое главное. Потому что правила нужно знать, и можно их нарушать, но для того, чтобы нарушать, все-таки нужно сначала пройти эту базу. Вот базу мы даем, а потом уходим на вот это индивидуальное обучение, о котором я сказала. Здесь, опять же, наверное, будут правила у каждого свои индивидуальные. Конечно, конечно. Если возвращаться к истории, расскажите, как вообще появилась мысль о том, что необходимо сделать такую школу, с чего все начиналось, расскажите. Вы знаете, вот, наверное, я не удивлю вас, наверное, многие такие маленькие бизнесы возникали именно потому, что никто ни о какой школе не думал, соответственно, ни о каком бизнесе в будущем не думал. Просто была работа. И работая в театре, перейдя на замечательный телеканал АТВ в качестве продюсера, в качестве редактора утренней программы, тогда еще «Новое утро», мы столкнулись с тем, что нужно было готовить телеведущих в кадр. Ну и, соответственно, это было очень интересно, и это был такой непростой процесс, творческий, иногда болезненный, все как обычно. Потихонечку к нам стали обращаться не только те люди, которые выходили в эфир, но и те люди, которые должны были прийти и дать интервью. И у нас появились первые клиенты довольно давно, это уже, знаете, так, наверное, лет уже 15, можно сказать точно. У меня были люди, политики, люди бизнеса, которых я готовила, которым я помогала, опять-таки, зная только те навыки базы театральной. Но со временем появляется практика, появляется интерес, появляется возможность и желание. Сегодня есть интернет, в котором можно найти все, поэтому мы начали еще и искать какую-то литературу, образовываться, пробовать это на себе, пробовать с учениками. И потихонечку-потихонечку вылилось в то, что однажды нас пригласили провести такой вот небольшой мастер-класс с одними преподавателями одной иностранной школы. И мы попробовали и поняли, что есть эффект. Потом пришла группа из одного банка тоже небезызвестного и сказала, Лолита, они могли бы вы с нами тоже поработать? И как-то все само началось, пошло. И, собственно говоря, никто не ожидал, что это выльется действительно в какой-то уже такой хороший бренд, который сегодня знают довольно большое количество людей в нашем городе, не только в нашем, но и за пределами. Если, наверное, планировать какие-то такие вещи во время построения этих планов, они, кажется, в определенном каком-то виде, определенный какой-то масштаб имеют. И на практике не всегда получается, что совпало планирование с тем, что в итоге получается. Когда это все происходит естественным образом, тогда и отношение к этому, наверное, другое. Вот здесь такая ситуация. Ну, наверное, да. Вы знаете, потому что никто не думал ни о том, ни о каком заработке, о бизнесе в чистом виде. Вообще было просто интересно, и я счастлива, что и продолжаю, потому что действительно это не самоцель. Нам невероятно нравится и приносит колоссальное наслаждение. То дело, которое мы осуществляем, и то, что мы видим, и видим результат. Я больше скажу, если бы результата не было, никакой школы бы не было сегодня. Потому что, еще раз хочу повторить, что это не какая-то методика. Мы не поехали в Москву каким-то людям, которые нам дали сертификаты, и мы приехали здесь, открыли школу ораторского мастерства. Нет. Это действительно то, что мы вынесли из собственного личного опыта. И понимаем, что чем дальше мы работаем, тем, наверное, этот педагогический опыт наш увеличивается. И я всегда говорю, мы, наверное, чаще учимся у наших учеников, чем у кого-то другого. Потому что каждый человек ставит перед тобой определенную цель и задачу. Каждый человек, он в своей проблеме тоже уникален. Уникален. И для того, чтобы ее решить, для того, чтобы вот этот ребус собрать, требуется, соответственно, усилия и преподавателя, и ученика. И когда это получается, счастливы все, особенно мы, конечно. За вот эти долгие годы, какие сейчас основные направления школы публичности, к чему пришли, на чем остановились сейчас? Ну, у нас есть базовый тренинг, который называется «Техника речи и практическая риторика». Мы его рекомендуем пройти всем. То есть в самом названии кроются два направления. Первое – это техника. То есть это дикция, артикуляция, произношение, звучание. Это голос, это дыхание, это орфоэпия русского языка. Мы ее касаемся, потому что это очень сложный предмет, но вот касаемся его тоже. То есть ударение, грамотное произношение. И в этом же тренинге это практическая риторика. Как выйти, как встать, куда руки, ноги, как преодолеть волнение, куда смотреть, структура выступления, речевые импровизации, ведение диалога. И даже дебаты. Вот после выборов я этот формат тоже ввела, потому что, на мой взгляд, он очень полезен для любого человека. Умение вести диалог, умение правильно, грамотно позиционировать себя не только по отношению к собеседнику, но и к аудитории. На мой взгляд, это такая очень хорошая школа для любого человека, который вступает в переговоры. У нас есть корпоративное обучение, в котором есть направление методика, методология звучания и диалоги. У нас есть общение со СМИ, потому что это тоже сегодня очень востребованная тема. Многим людям приходится давать интервью, либо выходить на какие-то форматы другие телевизионные или радиоэфиры. Вот это тоже есть направление. Сейчас такое время, что никогда не знаешь, когда окажешься на телевизионном. Да, уж вам-то наверняка это точно можно сказать. Ну вот, это такие основные базовые. Но, когда к нам обращаются компании, а это довольно большая уже такая сфера деятельности, за последние 4 года к нам обратились несколько больших, очень крупных медицинских учреждений. Мы работали с политиками, мы работали с банками, мы работали с техническими людьми, мы работали с менеджерами, с продажами. Ну, то есть, на самом деле, вот сегодня рестораторов очень много к нам, действительно, очень много обращается, и уже не по одному кругу. И с каждой компанией мы индивидуально отрабатываем те цели, те задачи, которые ставит руководство, кейсы, задания, которые будут для каждого направления. Ну и, соответственно, под них, под каждого готовится программа, так же, как и для индивидуальных обучений, потому что у каждого свои цели. Вот, заходила речь у нас недавно об интернете, где всего полным-полно, в том числе, наверное, там есть много методик. Насколько реально самому пройти вот какую-то такую школу, чтобы подготовить в себе какого-то, ну, оратора, скажем, ну, среднего, может быть, уровня? Насколько это возможно? С учетом того, что если человек очень замотивирован и будет как-то практиковаться. Хотя, возможно ли это вообще, практиковаться самостоятельно? Ну, я думаю, что ничего невозможного в мире не бывает. Но не хочу показаться, знаете, так вот, нет, нужно идти в школу. Но, наверное, как человек уже с большим педагогическим опытом, я могу сказать, что это утопия. Это очень хорошо, еще раз, вот, хорошо посмотреть, хорошо почитать, хорошо попробовать, хорошо попрактиковать, хорошо хотя бы какие-то базовые знания перед тем, как вы выходите на площадку и вам нужно выступать. Но если вы хотите достичь мастерства, то это нужно делать все-таки под пристальным вниманием педагогов. И, вы знаете, все, что касается особенно грамотной речи и звучания, голос – уникальный инструмент, данный от природы каждому человеку. И он очень подвержен таким влияниям, он настолько уязвим, что я даже иногда нашим ученикам говорю, вы, пожалуйста, поосторожнее, без фанатизма, потому что начинают увлекаться, начинают активно артикулировать, начинают активно звучать, резонаторы разминать. То есть это нужно все делать все-таки под вниманием. Это, знаете, немножко сродни медицине. Конечно, конечно. Потому что должен быть кто-то, кто направляет. Если вы захотите завтра выйти и петь в опере, то наверняка вам потребуется время для того, чтобы получить знания по тому, что такое вокал, как перебрасывать голос через оркестровую яму, чтобы вы звучали без микрофонов, и вас было слышно где-нибудь в портере, амфитеатре и дальше. То же самое и с нашей работой. То есть в любом случае, мне кажется, что все-таки нужно... Я не говорю только про нашу школу. Сегодня в городе, к счастью, есть выбор у людей, и можно найти для себя тех преподавателей, которыми вы доверяете. Но все-таки я рекомендую пойти к педагогам и попробовать хотя бы начать там. Дальше путь прекрасный. Наша задача – показать, куда двигаться. И дать для этого все инструменты. Каков психологический портрет ваших учеников? Ну, действительно, люди очень разные, потому что у нас по просьбе наших учеников, которые привели своих детей, вот уже два года летом мы берем деток от 7 лет, и начиная от детей, подростков, заканчивая пенсионерами, самому старшему ученику нашему было 82 года. Вы знаете, это дорогого стоит, это педагог русского языка и литературы, вот с той еще базой педагогической, на которую я смотрела с восторгом и тоже многому училась, потому что совершенно другой подход к уроку. И говорить, что сегодня это какой-то вот прямо есть портрет среднестатистический, наверное, сложно. Я могу сказать, что большинство наших учеников, особенно тех, кто продолжает обучение в школе, это люди где-то приблизительно от 27 до 40, которые уже состоялись в профессии, состоялись в личной жизни, которые точно понимают, чего они хотят, которые нацелены на личностный рост, на самообразование, которые хотят жить в нашей стране, которые успешны в первую очередь в том, что они не пытаются изменить мир, они меняют себя. И вот эти люди, которые приходят, они с таким внутренним зарядом поразительным. Наверное, я немножко добавлю вот эту формулировку, хоть не меняют мир, меняют себя, чтобы изменить мир. Да, да, наверное, так. Согласна, это правильное дополнение. Поэтому я могу сказать, что я, конечно, влюблена в этих людей. И всегда очень трудно расставаться. Вот сегодня у нас выпуск группы, последний в этом году. И я понимаю, что это очень сильная группа, потому что там взрослые люди из бизнеса. И это люди, которые пришли для того, вот точно понимая, что они хотят получить. Поэтому они так трудились, что им хочется давать больше. Чем больше человек берет, тем больше ему хочется отдавать. Как преподавателю мне интереснее с ними, конечно же, работать. По поводу выпуска мы вернемся к этому вопросу чуть позже. Вот такие разноплановые люди, да, и в возрасте, и в профессии, их объединяет один страх. Вот чего боятся все эти люди? Боятся потерпеть неудачу, выступая где-то на публике? Или чего? Как можно сформулировать? Страх тоже у всех разный. Есть страх, есть боязнь, есть волнение. То есть степень у всех очень разная. Если говорить о том, чего бояться, в первую очередь, конечно же, оценки других людей. Негативный. То есть человек настраивается на то, что вот он что-то делает не так, у него боязнь, он скажет не то, он не так выйдет, на него плохо посмотрят, он не уложится во времени. Ну и много-много еще разных проблем, которые существуют. Есть боязнь того, что, знаете, как я видел, как выступал кто-то, или я уже пробовал, и это было ужасно, и я это проецирую на то, что будет. Или человек собирается выступать и представляет, как это будет, и боится, что так не будет. Конечно. Я говорю, вы занимаетесь тем, что уже прошло, и тем, что еще не наступило, но вы никогда не думаете о том, что здесь и сейчас. Вот что мне нужно сделать для того, чтобы я, ну, как минимум, спокойно вышел, увидел людей, поздоровался, объявил, кто я, зачем я здесь, чего я хочу, и дальше какое-то вступление и общение с аудиторией. Дальше есть структура, дальше есть те техники, которые придуманы не мной. Понятно, что я пользуюсь еще, начиная от учебника Аристотеля по риторике и заканчивая современными. Большим количеством, действительно, большой опыт, и было бы странно им не пользоваться, поэтому, конечно, мы в какой-то степени и коучи все. Но вот этот момент, который психологически нужно преодолеть, у всех очень разный. Знаете, бывают люди, которые выходят на площадку, стоят и не могут даже дышать, или покрываются пятнами, или говорят о том, что они сейчас расплачиваются. Некоторые разворачиваются и уходят. Я их потом обратно вынимаю и предлагаю им попробовать снова. Некоторые волнуются так, что это не видно, но они говорят о бесконечном волнении. Поэтому каждый человек, еще раз говорю, индивидуален. И понять, что конкретно у этого, какая проблема, как ему помочь, что ему дать, какие дополнительные инструменты, для того, чтобы он смог, выходя каждый раз на любую площадку, ну, если уж не получать удовольствие от выступления, это главное, чему мы учим, то хотя бы просто понимать, что он все сделает так, как он подготовился. Потому что провал в подготовке, подготовка к провалу. Понятно, что подготовка должна быть всегда. Мне кажется, нужно еще в список ваших профессий еще указать, что вы психолог, наверное, да? Ну, здесь приходится, потому что иногда приходят люди, знаете, и они прямо вот исповедально начинают рассказывать о том, откуда вообще эта причина. Она бывает из детства, она бывает приобретенная, потому что кто-то сказал какое-то слово. Это бывает, когда в школе очень-очень много травм происходит на самом деле. И потому что и дети в определенном возрасте, они не стесняются в выражениях негативных. И педагоги бывают не очень корректны. И поэтому приходится тоже выслушивать человека для того, чтобы понять, что у него. Бывает, что просто элементарно. У человека дефект речи. Он не выговаривает какие-то звуки. Или он заикается. Или у него неприятный голос. Тогда мы начинаем работать с этим, потому что речь – это наша свобода. Вот то, как мы говорим, – это наша самооценка, это оценка нас с другими людьми, и это взаимоотношения с миром в целом. Поэтому, конечно, в первую очередь, он должен быть уверен в том, что он звучит, и он приятен. Встречают, можно перефразировать опять же, поговорку, встречают не по одежке, встречают по голосу, особенно когда разговариваешь по телефону. Конечно, конечно. Там уже не видно нашего обаяния, не видно ничего, поэтому есть только... Как происходит избавление от страха? Можете рассказать коротко, как это происходит, избавление от страха в школе публичности? Это процесс, как я уже сказала, длительный, потому что есть два направления. Этапы, может быть. Да, этапы. То есть занятия чередуются. Есть занятия по риторике ораторскому искусству, есть техника речи. И человек, освобождаясь в первую очередь в речевом формате, то, о чем мы сейчас с вами говорили, второе – это пластическое освобождение, потому что очень многие люди, которые достигли определенного уровня профессионального, они, знаете, так вот, как пружина, зажимаются. Иногда приходится недели, две или три потратить только на то, чтобы человека просто разжать. Просто для того, чтобы дать ему возможность руки почувствовать, дать ему возможность почувствовать осанку, чтобы он улыбнулся, увидел аудиторию, а не смотрел куда-то поверх голов. И вот эти вот внутренние зажимы, их тоже дети. Я всегда привожу пример. Обратите внимание, они бегают, размахивают руками, они кричат. Если вы зайдете в школу, это же сумасшествие, какая там вообще, какая сила звука. Они никогда не срывают голосов. Вот мне очень нравится, девочка в одной школе американской была измерена, крикнула со звуком реактивного самолета. И при этом… Она осталась в школе, но я к тому, что это действительно… Можно у них учиться, потому что свобода пластическая и речевая дает свободу психологическую. Это уже из актерского мастерства, поскольку мы, да, профессиональные актеры, то вот этот психофизический механизм, который мы, опять-таки, с каждым индивидуально понимаем, что человеку нужно. Кому-то нужно ходить много для начала, кому-то нужно размахивать руками, кого-то мы, наоборот, просим «встань и не двигайся». Кому-то мы просим кого-то улыбаться, кому-то нужно говорить громче, кому-то читать стихи, вслух много, хорошо читать, произносить голосные звуки, вообще открывать рот, потому что это тоже большая проблема, знаете, оказывается. То есть просто открыть рот и сказать «а» могут не все. Оказывается, это вот психологический барьер. То есть вот есть… Я его сейчас пробую, не могу. Да. Есть люди, которые вообще не шевелят губами. Ну, зачем? В принципе, нормально, мы можем с вами общаться и не очень сильно открывать рот. Так тоже бывает, так тоже говорят. Поэтому много есть разных моментов. Еще раз говорю, что все всегда исключительно индивидуально. И для многих, наверное, кажется, это непреодолимой стеной, которую непонятно даже, с какой стороны обходить и как на нее взбираться. Нужно, наверное, все-таки пробовать начинать, да? Конечно. Я рекомендую приходить к нам на презентации в школу и пользуясь случаем… Одна из них состоится 10 января. Как раз мы закончим праздники, как раз мы готовы будем к тому, чтобы Новый год начать с чего-нибудь хорошего. Я предлагаю всем начать с того, чтобы вложить в себя определенные знания. В школе будет презентация, она бесплатная, она ни к чему не обязывает. Можно подойти в 19.00, 10 января послушать, увидеть преподавателей школу, узнать, какие проблемы можно решить с помощью нашей школы, понять, какие условия обучения и дальше определиться. Мало того, мы предлагаем первое занятие абсолютно бесплатное. Если человеку не понравилось, он просто разворачивается и уходит. Если ему понравилось, он остается, понравилось остается и дальше продолжает обучение до конца, до вручения сертификатов. 10 января. Куда нужно обращаться? Улица Спартака, 8. Второй этаж, школа публичности и телефон 49-00-85. Можно позвонить и, собственно говоря, уточнить, куда приходить. Приди посмотреть, как это все на практике происходит, то, о чем мы сейчас беседуем. Конечно, конечно. В декабре еще состоялось у вас мероприятие, первый выпуск. Да. Расскажите подробнее, что это было. Это такой творческий, интересный эксперимент. Честно вам скажу, что мы немножечко волновались. И это для нас было, наверное, не в формате уже работы школы, потому что все-таки мы нацелены, то, что я говорила, на результат, на все речевые направления обучения. А то, что произошло вот с этим выпуском, это уже третий курс нашей школы. У нас есть первый, о котором мы говорили. Есть второй. Тоже по желанию наших учеников, которые становятся в какой-то степени фанатами и не хотят с нами расставаться. Вот такой второй курс организовался, в котором мы взяли основы актерского мастерства для ораторов. Это принципиально не актерское мастерство, потому что ему нужно учиться много лет. Но мы взяли монологи из разных произведений, пьес, литературных произведений, и ребята работали уже с художественным словом от какого-то персонажа. Это даже какие-то детали костюмов. По Шекспиру я знаю, да? А по Шекспиру это третий курс, который... Да, и это уже диалог. И вот умение вести диалог именно в формате игры... Это уже более актерский. Конечно, это уже актерское мастерство. Это третий курс, у нас первый выпуск. И почему Шекспир? Потому что, на наш взгляд, во-первых, это молодые люди. Они абсолютно совпадают по возрасту с персонажами Шекспира. Во-вторых, слог и очень хороший перевод шекспировских пьес. И это и высота, это и простота, и это очень интересная тема, потому что все эти отрывки объединены любовью. И при том, что любовью в разных ее проявлениях, разных ипостасях, в зависимости от того, какой интеллект, какой уровень у человека мироощущения, мировоззрения, понимание того, что за отношения мужчины и женщины. И все это объединено еще с анеттами Шекспира. То есть такая, в общем, композиция, которую мы вынесли на суд зрителей. И мне кажется, что у ребят, такой, знаете, они по-хорошему отравлены творчеством. Не хотят. Теперь они думают о том, что нужна следующий курс. Я уже теперь их боюсь просто. Будете продолжать эту традицию? Да, мы будем продолжать. У нас есть уже группы, которые хотят на третий курс. Вот выпустилась пятая группа у нас, второго курса. Она пойдет в марте заниматься. У нас уже есть люди, которые хотят продолжить и третий курс. И я думаю, что потихонечку, ну тут, видите, мы же тоже обретаем опыт, как педагоги такие. Потому что мы не были уверены в том, что актерское мастерство будет интересно обычным людям. А оказалось, что в нас живут такие творческие силы, такие интересные желания самовыразиться. И меня по-хорошему восхищают эти люди, которые приходят. Строители, психологи, люди бизнеса, врачи. То есть самые-самые разные. Музыканты. Многие тоже, наверное, стесняются сказать, что в них живет актер где-то внутри. Конечно, конечно. Но самое главное, это не то, что они просто актерствуют, а самое главное то, что они могут эти навыки абсолютно точно применить в той профессии, которой они занимаются. Потому что они выходят на тот уровень свободы, когда они могут от любого персонажа держать аудиторию, выражать себя, когда они могут играть вся наша жизнь. Игра? Конечно. Мне остается поздравить вас с наступающим Новым Годом, пожелать, чтобы ваши ученики избавлялись от страхов. И я думаю, что можем поздравить потенциальных учеников Школы Публичности с наступающим Новым Годом. Да, с удовольствием. Спасибо за поздравление. Я тоже присоединяюсь и желаю всем в наступающем 2017 году желания и возможности учиться, потому что человек, который учится всю жизнь, я думаю, что он, наверное, самый счастливый из всех живущих на этой планете. С наступающим вас Новым Годом! С наступающим вас еще раз! Я напомню, сегодня у нас в гостях была Ларита Склярова, руководитель Школы Публичности, тренер, бизнес-консультант. Спасибо вам еще раз! Спасибо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ларита Склярова Ларита Склярова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова